Девушки отдыхают Это и многое другое, смотрите прямо сейчас Прошлый вторник, 31 марта, состоялась церемония награждения престижной российской премии Ника Абсолютным триумфатором по количеству наград стал фильм Алексея Германа «Трудно быть богом», который был признан не только лучшей картиной 2014 года, но и получил призы в таких категориях, как «Лучший режиссер» для Алексея Германа И лучшая мужская роль для Леонида Ермольника Также была отмечена работа операторов, звукорежиссера, художников-постановщиков и специалиста по костюмам Две награды досталось фильму «Дурак» за лучший сценарий – авторство режиссера фильма Юрия Быкова И лучшую женскую роль второго плана, сыгранную Дарьей Мороз Также две крылатые статуэтки были вручены фильму «Левиафан» за актерские работы Елены Лядовой и Романа Мадянова Лучшим мультфильмом была признана короткометражная работа Леонида Шмелькова под названием «Мой личный лось» А приз открытия года достался Ивану Твердовскому и его картине «Класс коррекции» Стоит отметить, что призер другой престижной награды – «Золотой орел» Никита Михалков Специальным письмом отозвал свой фильм «Солнечный удар» Художественный руководитель премии Ника Юлий Гусман отметил, что Михалков и его студия вот уже много лет отказываются принимать в ней участие Кажется, что радость поклонников сериала «Твин Пикс», связанная с новостью о предстоящих съемках третьего сезона, была преждевременной На днях в личном твиттере режиссера и создателя первых двух сезонов сериала Дэвида Линча появилась запись о том, что после полутора лет переговоров он так и не смог достичь соглашения со студией «Шоу Тайм» Линч отметил, что ему не было предложено тех объемов финансирования, которые он считал необходимым для написания задуманного им сценария Линч отметил, что его отказ не означает смерть проекта, так как студия «Шоу Тайм» так или иначе заинтересована в съемках продолжения Однако представить этот проект без именитого режиссера довольно затруднительно Представители студии отреагировали на заявление Дэвида Линча предсказуемым образом, не расстроены и все еще продолжают надеяться на продуктивное разрешение ситуации Популярный режиссер Клинт Иствуд присматривается к возможности постановки биографической ленты, основанной на судьбе американского охранника Ричарда Джуэла Который прославился после инцидента, произошедшего во время летней Олимпиады 1992 года в Атланте Именно Ричард первым обнаружил подозрительный рюкзак, находящийся на территории Олимпийской деревни Бдительный охранник немедленно приступил к эвакуации людей, и поэтому в результате прозвучавшего вскоре взрыва погиб всего один человек Сначала Джуэла признали героем, а спустя три дня обвинили в пособничестве терроризму История закончилась многомиллионными исками и официальными извинениями со стороны всех ведущих американских СМИ Сценарий биографической картины о Ричарде Джуэле написал автор Капитана Филлипса Билли Рэй К креслу режиссера присматривается Клин Твиствуд, а главную роль, скорее всего, сыграет Джона Хилл Роль адвоката героического охранника предложена Леонардо Ди Каприо, который уже играл в паре с Хиллой в картине «Волкс Уолл-стрит» Самой громкой премьерой текущей недели, без сомнения, станет седьмая часть нашумевшей франшизы «Форсаж» Производство картины «Форсаж 7» не задалось с самого начала Продюсеры студии «Юниверсал» хотели выпустить эту ленту летом 2014 года Это означало, что режиссер шестой части, Джастин Лин, был бы вынужден приступить к съемкам сразу после завершения работы над предыдущим фильмом Лин от такой спешки отказался, когда кресло режиссера занял Джеймс Ван Что стало неожиданной новостью для поклонников франшизы Так как Ван добился успеха, снимая фильмы ужасов, такие как «Пила», «Астрал» и «Заклятие» И никогда не был замечен в любви к остросюжетным и зрелищным боевикам В любом случае, Ван пообещал выпустить фильм к лету Однако, в тот момент, когда съемочный процесс был в самом разгаре В автокатастрофе погиб исполнитель главной роли Пол Уокер Премьера фильма была отложена почти на год А Вану пришлось выкручиваться, внося правки в сценарий И договариваясь с братьями погибшего актера, которые согласились принять участие в некоторых сценах и озвучке И вот, наконец, фильм «Форсаж 7» попал на широкие экраны Поклонникам франшизы наверняка не нужно объяснять, что именно они увидят в этой картине Много красивых быстрых машин, драйвовый, не обремененный сложными поворотами сюжет И топовых актеров в кадре В картине снялись Пол Уокер, Вин Дизель, Дуэйн Скала Джонсон, Джейсон Стейтом, Мишель Родригес, Луда Крис и Курт Рассел Соперничать с «Форсажем» без особых надежд на успех будет новый фильм канадского режиссера Жанна Марка Валле под названием «Дикая» Эта картина снята по автобиографической книге Шерил Стрейт, в которой она описала свое невероятное путешествие длиной в 4000 километров После смерти матери Шерил ударилась во все тяжкие, начала принимать наркотики и впала в депрессию Чтобы избавиться от душевных терзаний, Шерил в одиночку решила пройти известную экстремально туристическую тихоокеанскую тропу Pacific Crest Trail Первая премьера картины «Дикая» состоялась еще летом прошлого года А в феврале она приняла участие в церемонии награждения премии «Оскар», будучи номинированной в двух категориях За актерские работы Рис Уизерспун, сыгравший Шерил, и Лори Дерн, воплотивший на экраны образ матери главной героини Режиссер фильма Жан-Марк Валле добился известности в широких кинематографических кругах два года назад Благодаря фильму «Далласский клуб покупателей» Картина «Дикая» только подтвердила его высокий статус Она снята в легкой, спокойной манере и представляет собой крепкую мелодраму с удивительной музыкой и красивыми природными видами Минувшую субботу 50-летний юбилей отпраздновал один из самых влиятельных и харизматичных актеров современного Голливуда Роберт Дауни-младший Роберт Дауни родился 4 апреля 65-го года в Манхэттене в семье режиссера, актера и продюсера Дауни-старшего Его матерью была известная актриса Элси Форд Неудивительно, что Роберт дебютировал в кино уже в 5 лет, снимаясь в эпизодических ролях в проектах своего отца В возрасте 20 лет Роберт Дауни-младший начал работать на телевидении в одном из самых популярных комедийных американских шоу Saturday Night Live Параллельно пробивая себе дорогу на вершину Голливуда Свою первую заметную роль Роберт сыграл в 87-м году в картине «Меньше нуля» Однако настоящую мировую популярность принесла ему главная роль в биографической картине Ричарда Оттенбора «Чаплин» За последующие 20 с лишним лет Роберт Дауни-младший сыграл в почти 50 полнометражных картинах Среди которых особой популярностью пользовались такие фильмы, как «Прирожденные убийцы», «Ричард Третий», «Готика», «Помутнение», «Зодиак», «Железный человек», «Солдаты неудачи», «Шерлок Холмс», «Мстители», «Судья» и многие-многие другие В данный момент 50-летний Роберт Дауни-младший занят в рекламной кампании «Картины Мстители. Эра Альтрона» и готовится к съемкам новой части «Первого Мстителя» В прошлом выпуске передачи мы начали серию рассказов о таком популярном жанре в кинематографе, как пародия И вспомнили несколько ярких примеров, когда высмеиванию подвергались фильмы ужасов Сегодня в рамках нашей традиционной рубрики «Это интересно» мы поговорим о пародиях на фантастику Одним из самых популярных фильмов в жанре фантастики, несомненно, является сага «Звездные войны» Джорджа Лукаса И будет справедливо, если мы начнем рассказ с пародии, посвященной именно этому шедевру кинематографа В 1987 году американский режиссер Мэл Брукс в течение шести месяцев писал сценарий к фильму «Космические яйца» Прежде чем делать пародию на «Звездные войны», он попросил Джорджа Лукаса дать на это разрешение Тот, в свою очередь, будучи большим поклонником творчества Брукса, прочитал сценарий и одобрил его Так на экраны вышла картина о похождениях «Темного шлема», «Принцессы Весфы» и «Планеты Друидия» В фильме содержались многочисленные отсылки к вселенной «Звездных войн» Роботы, пришельцы, планетные войска, наряд лорда «Темный шлем», как похожий на знаменитую броню Дарта Вейдера Только без забрала Главные роли в фильме сыграли сам Мэл Брукс и популярный комедийный актер Рик Маранис Также в «Космических яйцах» существует сцена с выскакиванием монстра из живота, пародирующая картину «Чужой» Интересно, что здесь убитого инопланетным монстром персонажа играет тот же самый актер, что и в оригинальном фильме «Джон Хёрд» Весьма забавный эксперимент поставил знаменитый голливудский сказочник Тим Бёртон Сняв в 1996 году фильм «Марс атакует» Картина повествует о том, как наша планета подверглась чудовищному нападению марсиан Которые выглядят максимально приближенно ко всем штампам современной фантастики То есть зеленые, большеголовые и лупоглазые Фильм снят на основе серии вкладышей из пачек жевательной резинки конца 50-х годов Также в нем использованы эпизоды из американских научно-фантастических фильмов В частности, из ленты «День, когда остановилась Земля» Картина «Марс атакует» поражает обилием звезд первой величины В ней снялись Джек Николсон, Глен Клоус, Аннет Беннинг, Пирс Броснен, Дэнни Дэвита, Сара Джессика Паркер, Майкл Джей Фокс, Том Джонс, Натали Портман и Джек Блэк Не каждый режиссер сможет собрать в своей картине такой невероятный актерский состав Но сняться у Тима Бертона всегда считалось делом престижным Как выяснилось, никто из них не прогадал Фильм приобрел большую популярность в США и получился очень смешным и забавным В начале 2011 года на экраны вышел еще один фильм, изображающий инопланетное существо в комедийных тонах Картина называется «Полсекретный материальчик» и снята по сценарию известных британских юмористов Саймона Пега и Ника Фроста Они же сыграли главные роли двух английских гиков, которые отправляются на одну из самых значимых фанатских событий в области фантастики Фестиваль Комик-кон в Америке На обратном пути они случайно встречают инопланетянина по имени Пол, который просит помочь ему Картина содержит пародии на известные фантастические фильмы, такие как «Инопланетянин», «Люди в черном» и «Секретные материалы» Фильм собрал большое количество зрителей у экранов, чем подтвердил мастерство британской парочки Все те же неугомонные Саймон Пег и Ник Фрост приняли участие еще в одной пародийно-фантастической картине, снятой их большим другом Эдгаром Райтом в 2013 году Фильм «Армагедец» стал последней частью комедийной трилогии, начатой такими картинами, как «Зомби по имени Шон» и типа «Крутые легавые» Лента «Армагедец» высмеивает наиболее часто употребляемые приемы и клише фантастических картин о вторжении инопланетного разума на Землю, порабощении людей и конце света Помимо Пега и Фроста в этой картине также снялись Мартин Фриман, Розамунд Пайк и Пирс Броснан На сегодня это все. Смотрите кино. Пока!